Неделю назад меня занесло в Северо-Западный промузел. Ну, так вот, случайно так довелось по нему покататься. И как-то вот мы заехали в какой-то непонятный уголок Северо-Западного промузла на территории комбайнного завода и обнаружили там кучу кузовов от автобусов и немножечко даже от троллейбусов. Причем по большей части там были автобусы и троллейбусы-гармошки. И они, автобусы, именно гармошки, они лежали как-то вот раздельно. То есть хвосты отдельно, головы отдельно, там отдельно лежали двери, отдельно сиденья. И встал, естественно, опрос. Потому что у нас никогда, мне кажется, в городе вообще у нас никогда не было столько автобусов-гармошек, сколько лежит вот так вот просто тупо валяется на территории бывшего комбайнного завода. Появляется вопрос, откуда это взялось. И что мешает собрать просто вот из этой груды металла автобусы и троллейбусы и отправить их там, допустим, в автоколонии, которые эти автобусы, мне кажется, очень будут кстати. И действительно, в конце 2011 года такой всплывал вопрос, что типа, надо, можно переделать комбайновый завод производства автобусов и троллейбусов. И вполне возможно, что как раз эти самые кузовы и остались с того времени. Причем вот сейчас вот пойдут фотографии. Видно, что на этих фотографиях автобусы и троллейбусы, вернее, кузовы от них, лежат в ангаре, стоят в ангаре. А когда мы там, а когда я там был, автобусы, эти самые кузовы автобусов просто-напросто лежали вокруг такой вот проселочной дороги. И это можно, кстати, заметить со спутника карт Яндекса. Вот они сейчас у вас на экране. И, естественно, возникает вопрос. Будут ли что-то делать с этими автобусами? Конечно, хотелось бы, чтобы из них, наконец, собрали нормальные автобусы и отправили там, как я говорил уже, в автоколонну. Но они уже, по-моему, если они там действительно были привезены к 2011 году, то они, получается, уже там пылятся пять лет. И, естественно, с ними что-то надо делать. Если я найду ответ на вопрос, что же собираются делать с этими кузовами автобусов и троллейбусов, я, как и в предыдущем видео, со своим вопросом, это был вопрос типа, что это за билеты, временные ли это мера. Я там оставил комментарий, что похоже, что затея – это невременная. Так вот, если я найду ответы под этим видео, я оставлю тут комментарий.